добрый вечер дорогие товарищи насколько понимаю здесь собрались те кто изучает либо собирается изучать марксизм если попали в нужное место красный университет и как вы уже знаете с первого занятия марксизм состоит из трех составных частей или точнее сказать из трех моментов вот одна из составных частей марксизма это политическая экономия или экономическая теория чем мы будем заниматься на этом и еще нескольких занятиях если вы внимательно посмотрели план занятий то в этом году у нас будет три занятия посвященных экономической теории марксизма вот это первая лекция которая называется экономика экономической теории марксизма через неделю будет семинарское занятие экономические проблемы современной россии и в декабре месяце владимир Александрович Кучук прочитает лекцию степень эксплуатации современной россии и также в следующем семестре будет три занятия мы будем рассматривать этапы развития капитализма предпосылки создания социализма россии и место в россии современном империалистическом мире вот что касается непосредственно организации занятий теперь самое наверное такое важное если кто-то из вас думает что вы получите все ответы на все вопросы которые у вас есть сейчас или будут дальнейшем то вынужден вас огорчить это не так поэтому главная наша цель или ваша точнее цель это самостоятельное изучение произведений марксизма ну что касается политической экономии то главное произведение и политической экономии главное произведение марксизма это капитал капитал карла маркса вот я принес вам показать первый том капитала вот такая очень толстая книга есть еще второй том капитала и третий том капитала третьем томе капитала две книги которые вместе наверно будут потолще вот его нужно будет вам поселить кроме капитала маркса есть другие произведения маркса энгельса и продолжателя дела маркс ингельса владимировича ленина которым излагаются и развиваются основные основополагающие понятия марксизмской политической экономии прежде всего это работа ленина и она указана в списке литературы империалист как высшая стадия капитализма должен вам сказать отметить что системе сдо системы дистанционного обучения уже вывешены контрольные вопросы и список литературы а хорошо сегодня как нам обещают вывесят и вопросы и список литературы который замечательно по ходу нашей работы кроме лекционных занятий и семинарских где мы будем проводить обсуждение вопросов надо будет ответить на вопросы то есть написать контрольную работу также прислать ее в систему дистанционного обучения она будет проверена и дана оценка вот что касается непосредственной организации занятий что еще можно сказать в помощь вам повторяю в помощь то есть основное это будет самостоятельно изучение также вы наверное уже знаете или сказать знакомы чтобы вполне понять капитал маркса надо изучить проштудировать логику гегеля то что чем вы начали заниматься на предыдущих занятиях и вот сказать такой большой огромный объем работы но эта задача и благодарна благодарна вот что касается некоторых вводных замечаний да и дополнение есть кружок по науке логики также есть кружок по капиталу есть занятия которые проводятся лекции занятия в университете рабочие корреспондентов где наши преподаватели прежде всего преподаватели марксисты организаторы профсоюзной работы берут какие-то острые темы и как рассматривают обсуждают их я же не сначала начинают каждый год рассматривать в красном университете мы рассматриваем вот эти основополагающие произведения стараемся естественно не читать одно и то же а как-то с учетом веяния времени что касается университета рабочих корреспондентов там выбираются наиболее острые темы они могут разные то есть в этом году у нас такой красной нитью пройдет их две будут красные нити первое это организация профсоюзной работы что на сегодняшний день организация коллективных действий актуальное применение марксизма на практике и мы обсуждаем вопросы что произошло в ссср то есть контрреволюционный переворот в ссср антисоциалистический характер экономической реформы шестьдесят пятого года вообще классовая борьба советском союзе то есть вот те вопросы которые поднимаются в этом учебном году следующим будут наверное другие ну а мы приступаем рассмотрению нашей темы и так первое возвращаемся к названию лекции экономика и экономическая теория марксизма ну давайте пойдем первое слово первое понятие экономика что такое экономика ну должен сказать что любая наука как система знаний она предполагает не просто рассмотрение какой-то поверхности явлений ведь на поверхности явлений много такого противоречивого совершенно разного непонятного она предполагает за этой поверхностью многообразных явлений выйти найти сущность опуститься раскрыть сущность а затем уже познав эту сущность снова подняться этой поверхности явлений вот такое бытие через которое просвечивает эта сущность есть понятие мы пока начинаем отпираемся отталкиваемся от предыдущих возле вот задача ученого и следовательно понять то есть познать экономическую действительность и поэтому мы начнем с первого понятия которое здесь изложено это понятие производства производства это процесс присвоения материальных благ в рамках определенной общественной формы и посредством ее но нам неизбежно нужно будет заниматься вроде бы на первый взгляд такими сухими понятиями определениями но без них мы будем совершенно сказать не понимать действительность и плавать то есть еще раз производства это процесс присвоения материальных благ в рамках определенной формы общества и посредством нее речь идет во-первых о присвоении материальных благ присвоение не в ульгарном смысле присваивая значит что-то украл что-то присвоил а как процесс привискать превращение в процессы искать присвоение на превращение искать для своей жизнедеятельности предметов природы а где сущность а сущность вот в конце в рамках и посредством определенной общественной формы что такое общественная форма это система общественных отношений то есть в процессе производства люди вступают в отношения как производить то есть производственные отношения и вот система этих производственных отношений и представляет самый большой интерес она представляет предмет исследования капитала маркса но это только первый шаг и шаг что касается экономики а экономика процесс производства это же постоянно продолжающийся процесс если предположим на миг что производство остановилось свет отключится батарей станут холодным не сможем проводить занятия вообще жизнь человечества становится производство постоянно продолжающийся процесс вот как таковы представляется экономику то есть экономика это процесс постоянное возобновление продолжение производства и так первое понятие с которым мы ознакомились то есть мы еще не приступили к рассмотрению экономической теории марксизма непосредственно капиталу маркса где она изложена но мы уже можем дать некоторую оценку того что творится у нас здесь буржуазной науки в официальной пропаганде дать оценку вот если мы сейчас нажмем на кнопочку включен телевизор там будут вот прямо поток польется по нашей экономике масса репортажей статей что там говорится какая у нас экономика вот вы сразу попали в точку экономика рыночная а что такое в буквальном смысле рынок совершенно верно с вами просто приятно беседовать и идти дальше место где покупаются продаются товары совсем по простому то есть наши головы официальная пропаганда буржуазно пытается внедрить то что экономику нас рыночной для рыночная устам где продают покупаю товары то есть это какая сфера это есть такая сфера вот и сфера обращения то есть помимо сферы производства есть обращение но чтобы что-то продать что нужно делать произвести а если ты не произвел что продавать вот нас экономика рыночная давайте развивать рыночную экономику и это в головах уже на сидит очень много лет десятилетия так и вот пытаются развивать. Ну и смотрим, к чему мы приходим. Если возьмем статистику, есть такая служба, федеральная служба государственной статистики. Я рекомендую периодически туда заглядывать, там интересные и очень нужные, иногда не нужные, но весьма полезные вещи публикуются. Ну, например, за 30 лет, полностью после реставрации капитализма в СССР, объем промышленного производства, то есть вот той основы, благодаря которой все остальное может развиваться, вообще жить, существовать, не достиг 80 процентов уровня РСФСР 90-го года. Вообще 30 лет огромный срок. В моем представлении можно ничего не делать, оно само по себе должно развиваться. А нас, благодаря таким идеям, которые сейчас внедряют, мы до сих пор находимся там в низах. Или с такой понятия как ВВП, воловой внутренний продукт. Показатель, который характеризует мощь экономики. Мы знаем, что сейчас на первом месте по объему ВВП Китайская Народная Республика, за ними идут Соединенные Штаты Америки, ну и там другие страны, в том числе и Россия. Ну вот любопытный, вам приведу такие цифры. Посмотрел я свежие данные по объему ВВП. У нас в разрезе, в отраслевом разрезе ВВП, это объем произведенных товаров и услуг в стране за год, ну или за какой-то период, в данном случае и за год. Вот перевалило за 100 триллионов рублей в 2018 году. Огромная цифра, 100 триллионов рублей. В голове тяжело укладываться. Ну мы представляем, что есть зарплата, одна квартира, сколько стоит машина, сколько построить мост, сколько построить железную дорогу, или ветку метро и так далее. Миллиарды, десятки миллиардов. А здесь 100 триллионов рублей. То есть огромная вроде мощь. Ну вот возьмем производство. Вопрос на засыпку. По вкладу ВВП какая отрасль на первом месте? Нет, нет, нет. Это кажется так. Совершенно верно. А если точнее? Ну смотрите, рыночная экономика в головах у нас. Совершенно верно. То есть на первом месте торговля. Оптовая и розничная. Абсолютный лидер. 13,3 триллиона рублей. А вот обрабатывающие производства идут, делят второе и третье место с добывающей промышленности. Ну что еще интересно? А вот на четвертом месте деятельность по операциям с недвижимым имуществом. И вклад ее в ВВП России почти 9 триллионов рублей. А что это такое? Ну купли-продажи. Ну и последнее. Я был несколько поражен. Вот в разделе деятельность научная, техническая, профессиональная, вот так называется, раздел. Казалось бы, это наука, техника, инновации и прочее, прочее, прочее. Есть такие подразделы. Например, деятельность консультационная и по вопросам управления. Так вот, консультации, не знаю чьи, не знаю кому, дали прирост, не прирост, а вклад в ВВП более 1 триллиона рублей. Ну спрашиваете, ну зачем развивать производство, если давайте консультировать? Вот вы пришли, я вас поконсультирую. Сейчас вот возьмем свою кепку, пущу по кругу, вы что-то там накидаете. Если это зарегистрирую, это будет мой вклад в ВВП. И еще, уж последняя цифра. А вот есть такой раздел, это исследование в области конъюнктуры рынка. Вклад в ВВП в 500 миллиардов рублей. Ну здесь в целом рекламная деятельность, исследование в области конъюнктуры рынка 500 миллиардов. Для сравнения, вклад в такой подотрасли производства, промышленного производства, как производство компьютеров, электроники и оптики, тоже 500 миллиардов рублей. Вот, пожалуйста. Ну это примеры того, куда у нас двигают. Вот первое. А мы идем дальше. Итак, с производством, с понятием производства ознакомились. С понятием производственные отношения. Но это одна сторона медали. Как мы знаем, что системы производственных отношений, их нельзя брать отдельно от производительных сил, взятые в единственное, составляют способ производства. И история развития человечества знает пять способов производства. Рабовладение. Ну, первобытно-общинный, рабовладельческий, затем феодальный, капиталистический и коммунистический способ производства. Предмет исследования капитала Маркса – это один из способов производства. А именно, капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные отношения. То есть, вот, что исследовал, что рассматривал Маркс и чем мы будем заниматься. Что у нас на дворе сейчас? Россия на дворе. Капитализм. Поэтому, если хотите разобраться в вопросах, что творится у нас, пожалуйста, здесь даны ответы. Самые такие глубокие, самые сущностные. Мы еще не открыли первую страничку капитала. Мы еще на подходах рассматриваем предисловия Марса и Энгаса, послесловия к разным изданиям капитала. Но мы уже достаточно много знаем. Знаем несколько понятий. Можем анализировать и рассматривать, что творится у нас в сфере идеологии. В буржуазной науке, в буржуазном сознании. Вот тоже посмотрим. Если мы возьмем любой учебник, ну, наверное, практически любой. Я уже давно не смотрел, поскольку там все однообразно. Учебники, которые отражают официальную буржуазную идеологию. Что навязывают нам в качестве предмета исследования экономики, экономической теории? Ну, кто открывал, кто знает. Значит, проблема такая преподносится. Как производить людям при ограниченных ресурсах? Вот что, по мнению буржуазных экономистов, должна заниматься экономическая теория. Ну, давайте вот мы уже сравним то, что знаем с позиции марксизма. И что нам пытаются преподнести. Ну, вот я, предположим, такой вот представитель. Апологет. Знаете, апологеты – защитники буржуазного строя. Говорю, дорогие товарищи, мы должны изучать, как люди производят при ограниченных ресурсах. Вот можете бы придраться к этому или нет? Тяжело вроде бы, да? Первое замечание. Вот есть такие понятия. Вот мы, скажем, с поверхности явлений опускаемся все глубже, глубже, глубже. И чем глубже опускаемся, тем абстрактнее, да? И, так сказать, абстрактнее становятся эти понятия. Абстрактные, значит, какие-то односторонние, в отличие от конкретного, которое не является односторонним. Есть даже такие понятия, как голая, тощая абстракция. Вот когда, скажем, вам говорят, ну, предмет исследования, как производят люди при ограниченных ресурсах. Ну, что здесь такого? Это голая, тощая абстракция. Ну, совсем популярно, скажем. Вот вы пришли сюда и спрашиваете меня, к примеру, что это такое, Виктор Иванович? Я говорю, ну, это ручка. Нет, извиняюсь, это вещь. А вы спрашиваете, а вот это что такое? Тоже вещь. А вот это что такое? И эта вещь. Ну, вы встали и пошли. Вот вы идете и думаете. Вроде бы правильно ответил, придураться нельзя. А с другой стороны, надул. Так ведь? И вот здесь дело-то в том, что ведь за этим должно стоять какое-то конкретное содержание. А как производят? При каких производственных отношениях? Этого нет. Это первая сторона. И вторая. Затем, когда вы будете читать экономические эти учебники, появляется понятие товар. А вот это уже содержатель. Но преподносится таким образом, что товар, соответственно, товарное производство, как определенная система хозяйства, общественного хозяйства, она вечная категория. Она была всю историю человечества и будет вечна. Вот здесь собака зарыта. Теперь мы подходим к еще одному понятию. Что такое капиталистическое производство? То есть мы знаем, что такое производство, что такое экономика, что такое производственные отношения. Можно разные встретить определения. Не только, кстати, в экономических учебниках, как и в буржуазных. Можно встретить так называемых левых понятий. Они говорят, что система капитализма – это суть эксплуатации. Так-то, но так. Вот и дают строго научное марксистское понятие капиталистического производства. Капиталистическое производство – это товарное производство на той стадии или той ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром. Можно так сказать. Это всеобщее товарное производство. Всеобщее, когда не только предметы, вещи становятся товарами, а когда и рабочая сила. То есть способность человека к труду становится товаром. Она продается и покупается. И вот когда она становится товаром, вот тогда и все это появляется. Эксплуатация и присвоение прибавочного труда. О чем мы будем сегодня говорить и рассматривать. Ну и последнее вводное замечание. Мы рассмотрели несколько, пока три таких основных понятия – водных, исходных. Теперь мы знаем предмет исследования капитала Маркса. Осталось только нам выяснить и метод исследования. В политической экономии нельзя пользоваться ни микроскопами, ни скальпелями. Хотя попытки есть. Люди берут ножницы, разрезают экономические понятия и затем начинают, как в детской игре, в кубики складывать. Так вот всяк, не понравилось, разрушат, снова сложат. На самом деле любая наука – это система знаний. А что из себя представляет с точки зрения диалектики система знаний? Вот такая система, когда первоисходное понятие себе включает все последующие, но в неразвитом виде. А самое последнее включает предыдущие, но уже в снятом виде. Можно сказать по-другому. Когда начало исследования есть неразвитый результат. А результат есть развитое начало. Ну как еще более популярно сказать? Вот такая единая цепочка. Развертывание категории, одна из другой. Ну скажем, человек откуда появляется? Из одной ициклетки. То есть ведь ни мышонок, ни лягушонок рождается из ициклетки, а человек. И проходит все стадии развития. Наконец-то, так сказать, приходит. То же самое в системе политической экономии капиталистического способа производства. Вот у Марса вот так вот все начинается. Он берет исходную клеточку, как мы выясним дальше, это товар. Внутри которой все определенности, все дальнейшие определения категории, все законы капиталистического способа производства уже заключены. Но еще в неразвитом виде. И затем их развивает, раскручивает, раскрывает. Идет к более богатым, более содержательным категориям. Из товара появляются деньги, капитал, многое-многое-многое другое. То есть вот, что касается метода. Это диалектический метод. Применение Марксом диалектического метода к конкретному предмету. А именно, системе производственных отношений капитализма. Или капиталистическому способу производства и соответствующим ему производственным отношениям. Ну вот, это некоторые вводные вещи. Значит, у нас очень тяжелая, непростая задача. Вот озвучено, мы на семинаре должны рассмотреть экономические проблемы современной России. В их море, да? Мы должны выбрать наиболее главные. И при этом мы должны на них взглянуть, их рассмотреть. С точки зрения, вот, марксистской экономической теории, марксистской политической экономии. Для этого нам нужно за два часа, и сегодня два, и следующий среду два часа, вот, проштудировать три тома капитала. И еще очень непростые экономические проблемы современной России рассмотреть. Обсудить, поспорить. Сдача почти невыполнимая. Поэтому будем действовать по очень известному армейскому принципу. Кто служил в армии, знает из старого анекдота. Работаем отсюда и до... Вот канаву копаем отсюда и до конца занятия. До обеда, да. Или до конца занятия. То есть, как у нас получится. Поэтому начнем мы с тех экономических проблем, которые волнуют, наверное, каждого. Каждого человека, кто трудится. Трудящихся в нашей стране. Они лежат на поверхности. Вот как вот, что за ними скрывается, это представляет большую сложность. Ну и как минимум две. Первое, это уровень заработной платы, который не позволяет сегодня в России нормально убить. Нормально существовать рабочему, трудящимся и к себе. Это первое. И второе, все продолжающиеся увеличиваться продолжительность рабочего дня. Это тоже факт, как говорится, подтвержденный статистикой. Ну вот даже официальная буржуазная статистика признает, что за последние пять лет уровень реальных доходов населения падает. Вот первое такое небольшое понятие. Есть номинальная заработная плата, да. А есть реальная заработная плата. Номинальная, она выражена в той денежной сумме, которую получает рабочий или инженер на заводе. А есть реальная заработная плата. То количество продуктов, товаров, которые можно купить на эту денежную сумму. Реальная заработная плата. То есть номинальная растет. Вроде бы, посмотрел статистику, у нас за 40 тысяч средняя заработная плата по России перевалила. А реальная падает. С другой стороны, ну мы знаем, что у нас общество классовое, да. Вот есть рабочий класс, есть трудящиеся с одной стороны, есть класс собственников, крупных капиталистов. Вот. Рея новости сообщает. Очень приятная новость. Несмотря что у трудящихся, так сказать, реальные доходы падают на протяжении пяти лет, а вот за три квартала 2019 года состояние только 23 крупнейших российских миллиардеров, которые входят в список 500 крупнейших, увеличилось на 30,6 миллиардов долларов. Если мы 30,6 миллиарда умножим на курс, 64 рубля, сколько получится? Приблизительно 2 триллиона рублей. Если разделим на количество занятых, 75 миллионов, сколько получится на каждого? Ну, где-то 25-26 тысяч, правильно? Ну, представляете, сколько могли бы получить? Это фактически ежемесячная премия еще для многих, да, или годовая там премия. То есть не все так плохо в нашей стране. Просто вот так вот кому-то перепадает, а кому-то и нет. Или наоборот. Кто-то обогащается, ну, за счет кого-то. И вот нам эту тайну надо раскрыть. Одно из великих достижений Карла Марса, что он раскрыл тайну прибавочной стоимости. Что касается продолжительности рабочего дня. Ну, в соответствии с Трудовым кодексом, у нас продолжительность рабочей недели не должна быть больше 40 часов. Так ведь, да? Ну, пожалуйста. Вот такие исследования. Значит, Институт социологии Российской Академии Наук дает такие данные за 2 года. Значит, рабочая неделя выросла с 44,3 часа до 45,3 часа. Фактическая продолжительность рабочей недели. Я думаю, подавляющее большинство из вас где-то трудится. Вы можете примерить на себе. Остаетесь после работы, вечерите, работаете ли с вами урочно. Есть другие данные. Есть такая серьезная, уважаемая международная организация. Называется Организация экономического сотрудничества и развития. Которая входит в порядка 35-40 государств. Крупнейших государств мира. Вот если вы зайдете на сайт этой организации, там есть раздел. Продолжительность рабочего года. То есть сколько часов работы средней заняты в течение года в этих странах. Ну, если мы начнем сверху, кто меньше всего работает. Ну, на первом месте Германия. Там в среднем работают 1363 часа в год. Ну, если брать рабочее время, у нас сколько где-то? 220-222 рабочих дня. То есть мы из 365 дней должны отнять в субботу, воскресенье, отпуск и праздничные дни. Можете посмотреть, сколько получается средний рабочий день в Германии. Затем вот я, так сказать, смотрел, смотрел, смотрел. Где же Россия-то? Ну, вот она вот так вот. Нету, нету. В начале среди нету. Она оказалась в конце. Значит, в России 1972 часа. Значит, делим. Ну, на 220 приблизительно получается 8,9 часа. В день. В день работает среднестатистически занятый в нашей экономике. Наверное, отражает действительность. Позади нас только две страны, по-моему. Две или три. Мексика и Коста-Рика. Почему так происходит? Что может у нас правящий класс буржуазии такие злые, нехорошие, вот они хотят. Правительство у нас такое. Или что это дело в другом? В чем-то? Может, в экономических законах, которые диктуют капиталистам эти действия. И, соответственно, в ответной реакции рабочего класса, трудящихся, которые не борются. Так что давайте рассматривать. Но, вот у нас уже идет девятый год занятий. Я всегда сталкиваюсь с одной проблемой. Как вот этот капитал Марса уложить там два, три, четыре часа? Невозможно. И каждый год то в одну крайность, то в другую. Вот хорошо бы сейчас эти животрепещущие, действительно острые для каждого гражданина России вопросы прямо сейчас рассмотреть. Что такое заработная плата? Какие там нюансы, сложности? Рабочий день, как он делится на две части и так далее. Но постоянно настыкаемся на то, что, чтобы рассмотреть эти понятия, мы должны в соответствии с марсовой логикой предыдущие рассмотреть. Что такое заработная плата? Ну, понятно, если мы откроем трудовой кодекс, там все написано. Там очень много строчек, но суть сводится к тому, что заработная плата – это вознаграждение за труд. Ну, понятно, что может дать буржуазная наука или законы. Вознаграждение – плата за труд, короче говоря. Мало получаете, труд у вас плохой. Хотите больше получать? Значит, во-первых, трудитесь больше, во-вторых, интенсивнее. Может, что-то припадет. Хотя, как наука марсистская говорит и доказывает, что заработная плата – это денежное выражение стоимости товара, рабочая сила. Вот на первый взгляд, наверное, сложно воспринять и не запомнить. И сразу мы сталкиваемся с тем, что мы должны знать, что такое деньги, что такое стоимость, что такое рабочая сила, деньги, выражение и что такое товар. А это все предшествующие категории. То есть, повторяю, Марс взял первую категорию, исходную, товар, и начинает ее раскручивать. Раскручивать, раскручивать. Поэтому, скажем, вопросы заработной платы – это вот где-то в середине. Вопросы деления рабочего дня на необходимый прибавочный. Вот глава 8, рабочий день. А нам, по идее, чтобы понять вполне вот эти проблемы, мы должны знать сначала. Поэтому попробуем мы по-другому, по-правильному. И сейчас нельзя сказать, что уголоком по Европам, но все-таки вкратце пройдемся. Вот эти основные логические ступеньки исследования марсового капиталистического способа производства. Итак, начинает он с элементарной клеточки буржуазного способа производства. Это элементарная клеточка – товар. Клеточка в том плане, что мне, повторюсь, заложено еще, но в не раз в этом виде, все другие законы, категории, определенности капитализма. Итак, что такое товар? Ну, вот Марс сразу начинает. Ну, мы все знаем, как потребители, да? Идем в магазин, а там лежат товары. Товар, прежде всего, предмет, вещь. Полезная вещь. И полезность этой вещи делается ее потребительной стоимостью. Потребительная стоимость – это свойства товара. Вещи удовлетворяют те или иные человеческие потребности. И этих потребностей очень много. Они разные. Ручка удовлетворяет одни человеческие потребности, часы, другие, книжка, третьи и так далее, и тому подобное. Поэтому изучение потребительной стоимости, как товароведение, мы пока оставляем в стороне. Значит, вот это одна сторона товара. А с другой стороны, каждый из вас знает, даже кто-то не открывал капитал Марса, что товары обмениваются друг на друга. И давайте мы абстрагируемся от некоторых, скажем так, мешающих нам пока вещей. Когда есть деньги, всякие там денежные суррогаты и много чего. Мы упростим до предела. Вот здесь такое общество, есть только товар. И мы знаем, что любой товар можно обменять на другой товар в определенной пропорции. То есть на поверхности явлений есть такая категория, как меновая стоимость. Это та количественная пропорция, в которой один товар обменивается на другой товар. Ну, это тоже вроде все понятно. Понятно, что мы, скажем, можем вот эти часы в определенной пропорции обменять на какое-то количество ручек. Ну, скажем, одни часы, там, не знаю, там 20 ручек. И вот Марс задает вопрос, который тоже не лежит на поверхности явлений. То есть как потребительные стоимости товары несоизмеримы. Как можно соизмерять? Попытки есть. Есть такая теория предельной полезности, но мы ее не будем рассматривать. Субъективизм стопроцентный. Мы же берем объективные производственные отношения. Между этими совершенно различными потребительными стоимостями в обмене ставится знак равенства. Вот, есть часы, есть 10 ручек предполагаемых. Между ними знак равно. Знак равенства что означает? Что в них есть что-то общее. И что это общее? Ответ. Общее то, что на производство этих товаров затрачен человеческий труд. Обстрактный человеческий труд. И вот его делает Марс. Как сгустки этого воплощенного в товарах абстрактного человеческого труда, без относительного конкретной формы. Товары – суть стоимости. Вот мы пришли таким образом. Марс пришел. Мы следим за ним. К одному из основных понятий капиталистического способства производства – стоимость. Стоимость – это воплощенный в товаре абстрактный труд. Ну а дальше, чем измеряется количество стоимости? Количеством этого труда. Ну не, так сказать, количеством какого-то усредненного труда. При средних условиях производства. При среднем уровне производительности труда. И такие затраты называются общественные необходимые затраты труда. Ну а там, где появляется понятие стоимости, на поверхности явления вот этих пропорций – миллион, в которых один товар отменится на другой товар. А вот эта общая стоимость там. Опять-таки вернемся к диалектике, к науке, логике. Есть такое понятие в диалектике – закон. Вот, скажите громко. Что такое закон? Спокойное. Спокойное в явлении. То есть мир явлений такой, беспокойный, постоянный. А что за ним стоит спокойное? Это есть закон. Поэтому есть вот этот мир, катьменов пропорций, а за ним стоит стоимость спокойная. Соответственно, появляется, выявляется закон стоимости. Закон стоимости, то есть определение стоимости затратами человеческого труда. Вот первый экономический закон. Ну, раз он первый, то, значит, все остальные экономические законы капитализма в нем сидят, но в не разном виде. И дальнейшее развитие, развертывание закона стоимости даст развитие других экономических законов. Из него выходит. И в этом плане, как закон, который находится в основе в начале всей системы экономических законов капитализма, закон стоимости является основным экономическим законом капитализма. Вот здесь известный водораздел. Особенно важны вопросы, это понимание вопроса. Не для капитализма, а для социализма. Что произошло в нашей стране? Когда лжетеоретики, не знаю как, или горе-теоретики, вот которые читали капиталы, Маркса, может, не читали так, наискосок смотрели. Вот они взяли метод, но не диалектический метод, взяли топор. И вот эту единую, так сказать, логическую цепочку, развертывание категории Марса, вот так вот разрубили. На две части. Вот в этой части оказались такие категории, как товар и деньги. Это хорошо, по их мнению. А вот капитал это плохо. Вот они вот топором рвут туда. И думают, ну все хорошо. Вот при социализме давайте использовать товар, закон стоимости и так далее. Только пределом слова социалистическое. Социалистический товар, социалистический закон стоимости и т.д. и т.п. А капитал-то плохо, там эксплуатация, да, это нехорошо, уберем. Они не понимали, что из закона стоимости, из этого товара неизбежно вырастает капиталистическое производство. Как бы мы ни хотели. Поэтому не получится так разрубить и разъединить на две части. И то, что произошло в СССР, скажем, проведение экономической реформы 1965 года, когда во главу угла поставили закон стоимости, теоретически. Соответственно, под этот закон подогнали определенные практические решения. Но если закон стоимости основной экономический закон капитализма, то куда он будет неизбежно экономически толкать и развивать экономику, двигать капитализм, что мы и получили. В окончании переходного периода в России была вновь реставрирована крипталистическая система хозяйствования. Итак, я немного отклонился. Ну вот стоимость. Ну а дальше из товара, из стоимости появляются деньги. У тебя это внутреннее развитие, историческое и логическое. Каким образом? Что такое деньги? Всеобщий эквивалент. Совершенно правильно. Не просто, точнее. А что значит всеобщий эквивалент? Не хватает одного. Совершенно правильно. Это тоже товар, который выполняет или играет роль всеобщего эквивалента. То есть в процессе развития товарного производства из мира товаров выделился один такой, который взял на себя, принял на себя функцию, что все остальные измеряют в нем свои стоимости. Вот еще одна особенность капиталистических производственных отношений. То есть вроде бы вот так вот на той глубине абстракции, на которой мы пять минут побывали, все хорошо. А что плохого в том, что товары соизмеряются в соответствии с затратами труда. Это замечательно. Я потратил столько, вы столько, вы столько вышли на рынок, обменяли. Все чудненько. Иногда называют закон стоимости закон обмена эквивалентов. Замечательно. Да не так, не совсем. Потому что вот такого прямого измерения невозможно в системе товарного производства. Если бы так было, и проблем бы не было. На самом-то деле все по-другому. Поэтому товары измеряют стоимость не непосредственно, в часах затраченного труда, даже общественно необходимого, а через соизмерение с каким-то другим товаром, который выполняет рост общей эквивалентой, которая называется деньгами. А денежное выражение стоимости товаров есть цена. Совершенно правильно. И в силу вот этого обстоятельства цены постоянно колеблются. Либо выше стоимости, либо ниже. Стоимость – это центр колебания цен. Ну вот миллионы, миллиарды этих колебаний идут постоянно. Во всех странах, во все периоды времени и так далее и тому подобное. И это очень важный момент вот нам запомнить, когда мы подойдем к рабочей силе. Ну и дальше из денег по мере развития товарного производства появляется и рождается капитал. Вот здесь самое первое поверхностное определение капитала. Это деньги, приносящие деньги. Ну мы знаем, есть понятие капитала «самовозрастающая стоимость», но до нее надо еще добраться и понять, что там самовозрастает. А так на поверхности явлений капитал – это деньги, приносящие деньги. Вот есть у вас приличная сумма денег. Ну, понятное дело, если вы там купили что-то крупное, не знаю, телевизор, машину, может, на квартиру хватило. Ну, покатались на машине, разбили, там нет никакого приоречения, ни расхода. И совсем другое дело, когда вы эти деньги используете как капитал. Как капитал, который приносит вам деньги. Вот эту тайну прибавочной стоимости Марс раскрывает. И мы только начинаем подходить к тем вопросам, которые я озвучил. И так, вот владелец денег, очень больших денег, на стране, хочет вложить дело. Причем, без обмана, не хочет кого-то обмануть, а хочет вложить в производство. Что ему нужно сделать? На одну часть денег купить средства производства, а на другую – рабочую силу. И вот давайте посмотрим, как складываются отношения, экономические отношения, между капиталистом, то есть владельцем денег, которые станут или становятся капиталом, и рабочим. Владельцем чего? Рабочей силы. Вот рабочий. Что у него сегодня есть? Во-первых, он свободная личность. Паспорт в кармане есть? Есть. Он волен ехать, куда хочет, делать, что хочет. Это же у нас сейчас не система феодальной зависимости, когда людей привязывают к конкретному заводу, к конкретной земле и заставляют работать. Не система рабовладения, когда людей не считали за людьми. Они были говорящими орудиями труда. У нас сейчас свобода. У нас свобода. Вот это слово «свобода» у нас постоянно, через раз. Действительно, так, свободный человек. Вот у вас у всех паспорта, куда хотите, туда иди. Другое дело, что у вас нет средств существования. И второе, второй момент. У рабочего нет средств производства. Средства производства, если бы они были, он мог бы на них работать, что-то производить, продавать. Он был бы мелким производителем, представителем мелкой буржуазии. Значит, человек свободный лично. Во-вторых, нет средств производства. Жить надо? Надо. Что у него есть? У него есть рабочая сила. Если коротко, рабочая сила – это способность труду. Если более полное, так сказать, развернутое определение, это совокупность умственных и физических способностей, которые каждый раз человек пускает в дело при производстве материальных продуктов. и вот он идет на рынок. И обратим внимание, капиталистическое производство – это товарное производство на той стадии развития, когда рабочая сила становится товаром. Вот надо жить на что-то, надо, так сказать, средства существования себе добывать и семье. Он ее продает. Слава Богу, он находит на рынке покупателя рабочей силы. Это капиталист. То есть формально вот на поверхности экономических явлений, на рынке этой рыночной экономики нашли друг друга два товара владельца. И что такое обмен? Вот если мы опустимся еще подальше, когда вы приходите в магазин, покупаете товар какой-то, не знаю, там батон. Для чего вам нужен батон? Потому что есть потребительная стоимость. И вы, купив батон, становитесь владельцем этого товара и можете пользоваться по своему усмотрению его потребительной стоимостью. И то же самое приблизительно, но с нюансами. Происходит во взаимоотношениях между рабочим, владельцем товара рабочей силы и капиталистом. Рабочий продает рабочую силу, капиталист покупает. Обмен эквивалентов. Все замечательно. Так ведь? Какие есть проблемы? Но обратите внимание, капиталист получает товар рабочий, если он купил, значит, он может пользоваться по своему усмотрению. Он может ее потреблять, но не в буквальном смысле слова, что капиталисты поедают рабочих, а в переносном смысле. Потребление рабочей силы. Для чего она ему нужна? А он на принадлежащих ему предприятии, заводе, он соединяет эту рабочую силу со средствами производства. И организуется процесс производства. И в этом процессе производства рабочий своим трудом создает стоимость большую, чем она сама стоит. вот в чем фокус. То есть еще раз, капиталист покупает рабочую силу. Кстати, на время. Вот по трудовому кодексу у нас на 40 часов предположим купил в неделю, 8 часов в день. Мы даже не будем брать, что здесь какие-то переработки и так далее. И по всем законам экономическим, по соответствии законам стоимости он пользуется этой рабочей силой. кому принадлежит товар, произведенный рабочей силой на капиталистическом предприятии? Рабочему или капиталисту? Конечно, капиталисту. Ну, что у нас рабочий? Рабочий продал свою рабочую силу. Пускай временно, но продал, но не имею никакого отношения, только трудится на него. А результат труда принадлежит капиталисту. И в этом результате труда, в этом произведенном уже на капиталистическом производстве товаре доложен избыток. Тот избыток над стоимостью рабочей, оплаченной рабочей силы. Этот избыток называется прибавочная стоимость. И в соответствии со всеми законами, экономическими законами товарного, так сказать, капиталистического хозяйства, он присваивается капиталистам. Вот иногда говорят такие горячие головы, что вот капиталисты грабят, капиталисты грабят рабочих, это грабеж систем. Ну, это не так. Все в соответствии с экономическими законами, которые освещены юридическими законами. Делаем перерыв. Спасибо. Возможно, я послушал, что у вас правильные визитет икрашения рабочей создается она сама стоит. Вот смотрите, поставьте себя на место капиталистов. Вот у вас есть денежки, очень много денег, у вас хорошая мысль создать производство, но у нас проблем не есть. Вы знаете, купили станки, завод у вас стоит, здание, что нет, работе силы. Вы купили рабочую силу, и смысл вам покупать и организовать производство какой? Чтобы получить на выходе больше, чем вы затратили. А если вы получите меньше или хотя бы столько, зачем тогда это ерунда? А получается так, что получаете больше. Вопрос, откуда это больше берется? источник один. Вот классическая буржуазная политэкономия это источник политэкономии Марса это исследование Рикарда, Дэвид Рикарда и Адама Смита, они это видели, они узнавали, что прибыль, это неоплачен. Они зафиксировали цель победы? Там написано, они источник не видели, до конца, до глубины, как Марса исследовали. А что они источником считали? А по-разному там, там у них такие противоречивые, вот у Марса есть догма, у Смита догма Смита предыдущие доходы, так все это они, знаете, расходятся и так далее. Ну а так чего только нету. А сейчас современные экономисты не сходятся, потому что это вещественное труд. Нет, не вещественное, это живой труд. Значит, я учебники давно не смотрел. И могу сказать, что эта тема либо обходится, вот они на поверхности экономических явлений, знаете, где отношение спроса и предложения. Цены пошли туда, спрос пошел сюда, цены пошли сюда, спрос пошел сюда. И в разных вариантах, масса полезного следует, а вот туда вглубь они не идут. А второе, если идут, ну, думают, ну, типа такого, что вот, есть три фактора в производстве. Средства производства станки, рабочая села и земля. Все трудятся и все получают прочитающую силу. Рабочие получают зарплату, станки приносят капиталистам прибыль, 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 экзотические, которые были во времена Марса. Ну, можно только посмеяться, но поскольку настолько идиозные, что от них отказались. Тогда говорят, что причина, вот почему, значит, прибыль у капиталистов, это очень рачительная, бережливая, экономная жизнь. У рабочих расточительная, поэтому у них ничего нет. А капиталисты бережливые, бережливость источник прибыли капиталистов. Ну, есть такие наличия. Вот видите, вы улыбаетесь, да? А вот оно и есть такое. Они придумали систему САТЕС, там, она в скорости называется, значительная производство. Бережливое значительное производство. Продолжаем занятие. Итак, обращаю ваше внимание, стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая рабочим, в течение рабочего дня, это разные величины. Чтобы не путаться. Так, давайте на примере нарисуем график. Так, рабочий день. Мы, законопослушные граждане, капиталисты наши тоже, поэтому предположим, что рабочий день 8 часов. Никаких нет сверхурочных, ничего нет. Ну, нарисуем. Рабочий день 8 часов. 8 часов. Значит, идет процесс производства. Вот эти станки. За станками стоят рабочие, которые проводят их движение и производят продукцию. так вот, та часть рабочего дня, в течение которого воспроизводится эквивалент стоимости рабочей силы, называется необходимым рабочим временем. Предположим, вот так вот. рабочий день, я с вашего позволения, буду сокращать необходимое рабочее время. Еще раз. То есть, часть дня рабочее трудится на то, чтобы воспроизвести эквивалент стоимости своей рабочей силы. поэтому называется необходимое рабочее время. Необходимое, что на себя трудится. Но капиталист принуждает в экономическом плане, принуждает трудиться дальше рабочего. Больше необходимого рабочего времени. и та часть рабочего дня, в течение которого рабочие создают своим трудом дополнительную прибавочную стоимость, называется прибавочным рабочим временем. И в соответствии, повторяю, со всеми экономическими законами товарного производства вот эта самая прибавочная стоимость, она обозначается буковкой М, латинская в марксе М. Она присваивается целиком капиталистам. Почему? Мы об этом уже говорили несколько минут назад. Вот и получается тайна эксплуатации. То есть сначала, первоначально, когда встречаются два товара владельца, владелец товара рабочей силы и владелец капитала, происходит обмен эквивалентов на входе этого процесса. А на выходе получается, рабочий получает, в лучшем случае, эквивалент стоимости рабочей силы, а капиталист получает, компенсирует затраты на рабочую силу и некоторый довесок, добавок, прибавочную стоимость, которую присваивают соответствие существующим экономическим порядком. Вот она получается тайна прибавочной стоимости. Значит, в данном примере, 4 часа рабочие трудятся на себя от 4 часа на капиталиста. Что такое капиталист в экономическом понимании? Есть точное понятие. Он представитель капитала. Или иначе говоря, капиталист это персонифицированный капитал. А капитал, как мы видим, это не просто деньги, приносящие деньги, а это сама возрастающая стоимость или стоимость, которая приносит прибавочную стоимость. Скажите, пожалуйста, какие-то ограничения есть в возрастании денег, возрастании стоимости? В отличие от товарного производства, когда мы рассматривали, когда вы приходите в магазин, покупаете какие-то товары, когда вы покупаете товары, вас интересует что? Потребительная стоимость. Ну, можете безгранично потреблять эту потребительную стоимость. Купили один батон, пришли вечером съели. Два батона вы можете съесть? С трудом. Три батона сможете съесть? Наверное, уже нет. Вот оно ограничение. А есть какие-то ограничения в возрастании прибавочной стоимости капитала? если людей хватает не будет? Да мы пока не об этом говорим. Есть какие-то ограничения с точки зрения капиталиста? Нет каких? Вот если он миллионер, у него какое стремление? Стать миллиардером, а если он миллиардер, то какое у него стремление? Ну, у него по факту вызван миллиардер. Долларом миллиардер. Совершенно верно, поскольку он... Иначе он к нам верится. Ну, в том числе. В том экономическая сущность такая, он представитель капитала, персонифицированный капитал. А если капитал это самозрастающая стоимость, которая так постоянно возрастает за счет присвоения, высасывания прибавочного труда рабочих, то вот сознание у капиталиста такое дело. Значит, цель капиталиста, вот она безгранична, это увеличение вот этого отрезка. Вот мне представляется, на схеме это хорошо видно. Их два метода. Первый метод какой? Вот если мы вот так сделаем рабочий день, не восемь часов, а еще плюс один час, девять часов, то что получится? Рабочие заставят трудиться бесплатно или за какую-то минимальную оплату. Есть понятие переработки? Я думаю, что у нас массовое понятие, когда заставляют работать. Прибавочная стоимость увеличивается. Соответственно, второй метод это уменьшение необходимого рабочего времени вот в эту сторону. За счет чего, каким путем капиталист может увеличить прибавочную стоимость, уменьшая необходимое рабочее время? Делай вот таким. Скажем, на один час меньше. Совершенно правильно. Капиталист, который выполняет свою функцию как капиталиста, повышает производительность труда. Производительность труда означает, что в единицу времени будет выпускаться больше продукции. Один каждый товар будет заключать меньше стоимость. Но продаются они по ценам, которые отличаются от стоимости. И регулируются рынком. В целом они какие-то средние, средненные. капиталисты, которые у себя на предприятии применяют более новую организацию, лучше организацию труда, повышает производительность труда, будет снимать сливки какое-то время, пока другие капиталисты не подтянутся до его уровня. И таким образом увеличивать прибавочную стоимость. Отсюда первая проблема, первый вопрос. то есть с одной стороны класс капиталистов или отдельный капиталист, или в целом класс, который заинтересован в увеличении прибавочной стоимости. Ему предстоит рабочий класс, который борется за то, чтобы получать хотя бы стоимость рабочей силы. И поэтому здесь мы имеем противоположные классовые неразрешимые противоречия. Значит, кто создает всю эту новую стоимость? Рабочие. Но получает только часть. По идее, кому она должна принадлежать? Рабочему классу? Вот вся вот эта. Но в таком случае капиталисты здесь будут уже не нужны. С другой стороны, капиталист как персонифицированный капитал, стремящийся к постоянному расширению, увеличению, но постоянно давит на рабочий класс. Поэтому борьба за пределы рабочего дня, вот как только капиталист возник, так она предстала, как борьба между двумя силами. И в каждый конкретный исторический промежуток времени, в любой какой-то конкретной стране, это чем определяется вот эта величина, вот это соотношение прибавочной стоимости и прибавочного труда необходимого. Степень эксплуатации. Степень борьбы. Совершенно правильно. Кто кого возьмет, когда сталкиваются две силы, либо в эту сторону, либо в эту сторону. Поэтому мы сможем судить, например, почему сейчас в России 1972 часа отрабатывают за год, а в той же Германии 1363. Что там капиталисты добренькие вот такие, а у нас злые дни. Не только поэтому. Прежде всего потому, что там организована борьба рабочего класса. Идет. И здесь другого пути нет. Ведь мы это видим из наших примеров, их масса, сколько угодно. Я, как правило, когда готовлю звонять, я звоню Константину Васильевичу Федотову, если вы не знаете, это один из руководителей профсоюза докеров первого контейнера на терминала в Санкт-Петербурге. Это те, кто организовывали еще 90-е годы коллективные действия против капиталистов, заключали коллективные договоры, то есть через и забастовку, там, для всяких случаев угрозы забастовки, то есть боролись с капиталистами. Средняя зарплата в прошлом году была 92 тысячи докеров. Это при том, что средняя по России не дотягивала до 40 тысяч, по-моему, 38 тысяч была, почти два с половиной раза больше. Спрашивается, как это так? Что-то там капиталист добренький, а где мало платят злой? Да нет, потому что они добились организованной борьбы, коллективными действиями. Или сейчас следите, наверное, за средствами массовой информации. Если мы перенесемся из сферы материального производства в сферу услуг, то там врачи поднимаются. Я только беру там, где коллективные действия. Отвоевывают. Отвоевывают вот это дело. Это как образный пример. Это первое. Второе. Теперь обратимся к что касается рабочего дня. Вот к этому отрезку. Что получает рабочий заработную плату на поверхности экономических явлений. Заработная плата предстает как плата за труд. Мы вкратце останавливались на этом. И с трудом кодексе написано плата за труд. Но повторяю, что поверхность экономических явлений, она, как правило, противоречит сущности. Вот Марс до этой сущности докопался и выявил, что на самом деле заработная плата это денежное выражение стоимости товара рабочей силы. Но мы уже все знаем, что денежное выражение и можем как бы это расшифровать. Значит, рабочая сила как товар имеет две стороны. Любой товар. С одной стороны это потребительная стоимость, с другой стороны стоимость. Потребительная стоимость мы рассмотрели. Это свойство, уникальное свойство человеческого труда, человеческой деятельности. Создавать больше, чем потрачено. иначе человечество бы не развивалось. Правильно? В ходе производственной деятельности создается все больше, больше, больше. Так вот, потребительная стоимость рабочей силы заключается в том, для капиталиста, чтобы создавать стоимость большую, чем она стоит. Вот он источник прибавочной стоимости. А с другой стороны, стоимость рабочей силы. Значит, что такое стоимость товара? Вспомни, что мы говорили час назад, менее, чем и чем изменяется стоимость товара? Количеством этого труда. Время затрачено на производство товара. Но поскольку рабочая сила становится товаром, то можно так логически предположить, что стоимость товара рабочая сила определяется рабочим временем, которое необходимо затратить на производство товара. Но товар специфический. Это не мертвый какой-то, не вещь, а это человек. То есть человек является носителем рабочей силы. Поэтому стоимость товара рабочей силы это стоимость средств существования для рабочего и его семьи. Все логично, все как получается. Вот переходим к еще одному понятию стоимость товара рабочая сила. Я взял несколько вариантов. Первый расчет стоимости товара рабочей силы был сделан в 2007 году кстати докерами механизаторами морского порта Санкт-Петербурга. В 2011 году они его уточнили. Можете взять посчитать посмотреть и получилось значит этот расчет как бы у нас классический первый исходный он размещен на сайте фонда рабочей академии кому не хватило вы можете найти сайт фонда рабочей академии вот пожалуйста вот здесь либо на наших сайтах фонда рабочей академии рабочей партии россия уже на основе этого расчета выпускники слушатели красного университета делают эти расчеты по своим регионам по своим городам значит еще раз что получается стоимость рабочей силы да вы найдете на сайте вот на этом это стоимость средств существования рабочей его семьи речь это о чем о нормальном существовании не полуголодном как сейчас а нормальном значит что такое нормальное существование с точки зрения существующих на сегодня представлений в буржуазном капиталистическом обществе человек где-то должен жить с семьей но не в землянке же не в палатке должна быть квартира наверное благоустроенная вот для расчета взята трехкомнатная квартира на семью из пяти человек то есть муж жена и трое детей вот я спорю с нашими товарищами говорю что вот эти представления что трехкомнатная квартира это лет 30-40 назад в советское время когда я получал это 11 год 11 год ну тогда да действительно сейчас телефон только мы дойдем сейчас до этого я просто вам рассказываю о принципе то есть стоимость рабочей семьи это стоимость средств существования нормального повторяя существования для рабочего семьи нормально это не шикарно ни дворцы вот я считаю трехкомнатная квартира сейчас ненормальна уже нормально это когда на человека по комнате еще зал для всех ну ладно уже так не спорях потому что иначе такие будут суммы и что получается дальше питаться как надо надо питаться наверное ни одна картошка с капустой и подсолнечным маслом есть какие-то нормы здравоохранения человек должен потреблять определенное количество углеводов белков микроорганизмов элементов витаминов и так далее все это воплощается в определенном наборе продуктов дети должны учиться в школе должны детский садик должны ходить и так далее и тому подобное в доме должна техника какая-то стиральная машина должна быть нормально сейчас или ненормально или доска стиральная вот так вот я не знаю вы застали но вот проходилось в свое время вот нормальное существование на какие цифры вышли при одном работающем в 2011 году сколько там написано 23,5 вот а при двух работающих семье 140 143 значит вот стоимость рабочей семьи что я могу сказать вот когда два момента когда первый появился этот расчет в 2007 году вот узнаете когда вот озвучиваешь в аудитории смотрели как не знаю как на свалившуюся марсианина откуда такой 200 тысяч или под 200 тысяч когда вот здесь мы получаем 10 тысяч а я вот 12 я вот 15 и счастлив есть такая поговорка под лежащей камень вода иди счет вот общественное сознание меняется даже в буржуазном обществе когда валом идет что-то предвоположное общественное сознание двигается вот совершенно свеженький я взял готовить к занятию с разных источников такие данные уровни опросов так вот пожалуйста РБК агентство РБК приводит данные исследований в ЦИОМ это серьезная организация Российский Центр изучения общественного мнения состоялся в сентябре большинство россиян заявили что для счастья им нужно получать среднее по 105 тысяч рублей а вот молодые типа вас в возрасте от 35 до 44 лет потребовали для счастья 206 тысяч и 9 десятых 206 тысяч вот исследование РАМИР в средней российской семье из трех человек нужно получать 75,9 тысяч дохода из трех значит на пятерых возьмите калькулятор получать уже 126 половина тысяч рублей уже приближаются другие данные пожалуйста это Левада центр тоже известный центр изучения общественного мнения 30 сентября я вычитал согласно представлениям российских семей для нормальной жизни я нормальный нужно 38 тысяч рублей на одного человека умножаем на 5 сколько получается 190 190 тысяч 190 тысяч то есть получается уже эти цифры уже не такие страшные это нормальный люди начинают понимать чтобы нормально жить нужно столько получать это первое второе как к ним относиться вот это 2011 год как относились творческие это основа пожалуйста можете считать я повторю что очень многие слушатели красного университета заучники в том числе жители Ленинграда считают по своим регионам стоимость рабочей силы потому что главный фактор если главный удельный вес это стоимость затрат на жилье так ведь она самая большая у нас по России если взять так это будет самая большая разница итак стоимость вам задание кто будет время посчитать вопрос пожалуйста быстрый вопрос вот исходя из того что у вас за 2007 или 2011 если мы посчитаем за 2019 год сможем ли мы вот по разнице узнать действительно реальную инфляцию он не может но это будет обходный маневр обходный маневр это совсем грубо штаны можно одевать обычные а может через гул поэтому чтобы подсчитать темп инфляции или темп роста цен это надо взять ценники на какой-то определенный набор продуктов которые были там в 2007 году или 2011 и сравнить с тем что есть сейчас все-таки это несколько другое это несколько другое будет это косвенное посредственно давайте я сейчас мысль закончу и потом мы пойдем закончу зарплату и вопросы у нас время еще будет значит как к нему относиться творчески то есть есть основа пожалуйста можете взять посчитать и получить на сегодня ну например слушатель Красного университета товарищ Колесников у нас на сайте вот этим опубликованный расчет посчитал уже за 16 в 17 году по итогам 16 года стоимость рабочей силы в Москве 277 тысяч рублей понятное дело вы совершенно правы есть такое во-первых инфляция замечательное средство отнимать у трудящихся замечательное вот а второе ну сами эти вот эти колоночки строчки они меняются так ведь итак это стоимость рабочей силы а заработная плата еще раз возвращаемся это не стоимость рабочей силы это денежное выражение стоимости рабочей силы деньгах а вспомним что у нас день значит цена это что такое денежное выражение стоимости товара и цены колеблются вокруг стоимости постоянно это редчайший случай когда они совпадают они могут быть больше либо меньше как распределение гаосса ну насчет математики не знаю в экономике немножко по другому поэтому заработная плата это как денежное выражение рабочей силы стоимости рабочей силы она будет колебаться но как правило подавляющим большинстве случаев ниже стоимости рабочей силы можно сказать взять соотношение если средняя заработная плата у нас выпускает ну вот рабочих я посмотрел 38 тысяч высоковарифицированных рабочих а если стоимость рабочей силы при одном занятом 200 тысяч какое соотношение 1 к 5 1 к 6 и чем это определяется вот главный фактор двух сил противостояния двух сил у докеров я вот возвращаюсь 92 тысячи в прошлом году было это при том что вот такая средняя зарплата тоже не дотягивает но борется давайте вопросы перейдем пожалуйста обращается какое-то количество купюр денег в стране можно ли сказать что их ценность или покупательная способность будет зависеть от количества произведенного обращающегося товара то есть или затраченного времени на производство вот этого обращающегося товара можно сказать что она пропорциональная в конечном итоге должно быть так значит есть известная экономическая формула она до Маркса была выведена и Маркс использовал и сейчас это количество денег необходимых для обращения значит числители сумма цен товаров знаменатель скорость обращения денег но если за год выпущено всех товаров грубо говоря на 100 триллионов рублей а денежные деньги оборачиваются вот вы пришли магазин отдали из магазина куда напали в банк из банка опять к вам там в виде заработной платы и так далее ну скажем там 10 оборотов то сколько должно быть наличных денег для того чтобы вас служить этот оборот сумму цен товаров делим на скорость оборота 10 раз меньше хотя на самом деле все это усложняется во первых с появлением безналичных денег да и различных прочих инструментов но в конечном итоге да в конечном итоге повторяю что в конечном итоге да что вот то что вы сказали что это определяется стоимостью стоимостью произведена продукт но это опосредованно но от стоимости вот смотрите мы с вами прошли вот такой пруть прибежит стоимость лежит в основе всего товарного хозяйства в основе всего и как бы далеко капитализм не развивался стоимость будет всегда лежать в основе и деньги настоящие деньги это какие деньги золото золото оно же отвязано уже от золота конечно нет вот смотрите значит еще раз вернемся к понятным определениям что такое деньги по определению посмотри это товар который выполняет роль всеобщего эквивалента товар то есть такой товар и почему за золотом закрепилась эта функция это уже так сказать другой вопрос просто удовольствие получилось делимость сохраняемся и прочее прочее много товаров проходили через эти функции закрепилось за драгоценным металлом за золотом а вот дальше идет развитие а развитие через отрицание когда вместо золота что появились вместо настоящих денег настоящие деньги это золото их заменители их представители или их заменители бумажные деньги сначала появились бумажные это что такое это уже не деньги бумажные деньги это представители настоящих денег. То есть государство, выпуская вот эти бумажки, на которых там написано. Государство это что такое? Аппарат принуждения классового господства. Приведение жизни в своих классовых интересах. Ну, аппарат принуждения, коротко сказать. Вот он заставляет своей силой принимать и граждан вот эти бумажечки, как заменители настоящих денег. Некоторые говорят, да все, деньги эти настоящие ушли, ничего подобного. А где настоящие деньги находятся? Они что вот так вот? Тротуары мастят или еще чего-то? В хранилищах, банках, тех государств. За семи печателями, с такой охраной, что не подступиться. Настоящие деньги. И причем обратите внимание тенденция, какая сейчас? Ну, скажем, российское буржуазное государство, с точки зрения развития буржуазной России делает правильно. Стало покупать золото, активно наращивать золотые запасы. Где крупнейшие запасы золота? В какой стране? В Америке. Конечно. Огромно-то, более семи тысяч тонн. Они знают, что бы не случилось, вот золото, настоящие деньги. И несмотря на то, что вот за этими, за развитием деньгами, чего только нет. Потому что бумажные деньги, за ними же идут, безналичные там всякие, идут денежные суррогаты, производные финансовые инструменты, чего только нет. Красивое название. Вот сейчас вот там постоянно говорят все эти выдуманные деньги. Как бы денежные единицы, на самом деле суррогаты. Биткоины и прочее, 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 прочее. Так вот, когда наступает экономический кризис, как вы знаете, капиталистическое производство развивается циклически. То есть не так все постоянно растет, 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 растет. Проходят четыре цикла. Первый цикл – это экономический подъем, достаточно резкий. Ну, если мы на графике сделаем, как развивается производство. Вот подъем. Затем кризис. Затем депрессия. Затем оживление. И затем снова подъем. Вот так всю жизнь. И так получается такая вот линия тренда. Ведь капитализм, несмотря на то, что здесь вот так его критиковал, здорово, это форма развития производительных сил. Более высокая, чем феодализм или рабовладение. Он тоже развивается. Развивается экономика. Ну, вот так циклически. Так вот, возвращаясь к этому вопросу. Когда появляется необходимость, и люди остро чувствуют, вот когда кризис, когда все падает, тогда деньги уже настоящими деньгами становятся. Поэтому помнить надо одно. Несмотря на эту огромную массу вот этих производных финансовых инструментов, чего только нет, настоящие деньги – это только золото. И оно по-прежнему остается. А почему выгодно об этом брать, что оно отвязано от золота? Да я думаю, что люди, которые не читали «Капитал» или другие, скажем, классические произведения, либо невнимательно прочитали. Вот так поверхностно думают. На поверхности золота нет. Сейчас я тысячу наберу. Вот появился «Капитал Маркса» и параллельно развивалась. Вульгарная политическая экономия. Вульгарная не в смысле психологическом, а та, которая толчется только в области внешних экономических зависимостей. Она не лезет туда вглубь. Ни прибавительная стоимость, ни стоимость особо, а вот только внешние, то есть спрос и предложения. Там массу можно много интересного и полезного выявить. Но до сути не дойти. Поэтому она не доходила до этих понятий никогда. И то же самое сейчас. Это продолжательность современной. Пожалуйста, давайте к вопросам переходим. Вопросы про то же самое золото. Вы говорите, что правительство России скупает золото, но скупает его именно в физическом виде? Конечно, конечно, в физическом. Два источника. Насколько я понимаю... Вопросы про то же самое золото. Первый вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, что золото находится в большинстве случаев в Америке и в Украине. Нет, не так. Уточню. Значит, давайте на первый вопрос. Если смотреть по статистике, рост Центральный банк России дает статистику официальных золотовалютных резервов России. Значит, золото ежегодно приблизительно плюс 200 тонн добавляется. То есть, каждый год правительство России скупает 200 тонн золота. Источники, насколько я могу предполагать, их два. Основной – это все золото, которое производится внутри страны. У нас есть золото-будобывающие предприятия, очень крупные, есть месторождения. То есть, скупает основной источник. Второй слышал, но не знаю, насколько это подтверждается. Там, где есть на мировом рынке, у кого-то скупает частично. Ну вот, можно, так сказать, проверить специально. Посмотреть добычу золота у нас в физическом объеме. И сопоставить с тем, что покупает российское правительство. Получим ответ. Так, второй вопрос, напомните. Ну, прозвучало, что золото… А, понятно. Такой вот товарищ Катасонов православный утверждает, что это хранилище никого не пускает. И тем более тех, кто это золото там хранит. Например, немецкое правительство. Есть оно там фронт Ноксин? Нету. Никакой ревизии его давно давно не проводилось. Значит, Катасонов замечательный экономист. Массу, так сказать, написал книг интересных, выдвинул полезных идей. Но некоторые, как говорится, идей, которые нужно проверять. Значит, есть официальная статистика. Вот эти государства. Международная статистика, которая дает эти цифры. То есть, не все золото в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки порядка более 7 тысяч тонн. Дальше идут ряд крупнейших, так сказать, держав. Мы отнюдь не в лидерах. Но 2 тысячи тонн уже перевалили, по-моему. В России есть. Где хранятся? В хранящих оборудованиях. Конечно, туда особо никого не пускают. Кого нужно пускают? А так с улицы, экскурсии, наверное, там нету. Что касается Германии, то да, есть проблемы. Тут часть золота была вывязана по итогам еще Первой мировой, Второй мировой войны. Как бы там хранится? Поставьте себя на место прагматичных руководителей Америки, американской администрации. Вот у вас есть золотишко чье-то. Вот вы очень хотите отдать. Вот золото другой страны. Вроде как, юридически другой страны принес, но фактически хранится здесь. Значит, если фактически здесь, кто вот контролирует его? Вот они. В этом и надо проверять. Пожалуйста. Скажите, а страна же может, в принципе, не иметь золотого запаса? А бумажные деньги, они же обеспечены оборотом товаров внутри страны? Да, совершенно правильно. Безопас может вообще не быть. Может не быть, совершенно верно. Но бумаги же они все равно имеют ценность, потому что товары в обороте есть? Значит, товары ценности не имеют. Ой, извиняюсь, бумаги ценности не имеют. Кроме того, сколько заложено стоимость на ее производство. Они представители золота. А за ними стоят… Какие из мирового золота представители? Нет, представители… Неважно, какого. Представители золота, как настоящих денег, как настоящие представители, заменители. Вот так можем сказать. А почему спокойно, скажем так, организации, физические лица берут, относительно спокойно, берут эти деньги, если нет инфляции или гиперинфляции. Хранят, покупают, продают и так далее. Потому что стоит, да, действительно, мощь государства, расти и вся экономика. Если соблюдать, скажем, вот эти элементарные законы в соответствии наличного денежного обращения или безналичного, то до поры до времени все хорошо. До кризиса. То есть это вполне возможно. И не у всех стран есть золотой запас. Другое дело, что большинство стран стремится иметь так называемые золотовалютные резервы. Скажем, в России золотовалютных резервов, если совсем огрублено, порядка 500 миллиардов долларов. Из них в золоте меньшая часть, по-моему, меньше четверти. Основные другие. В валютах крупнейших государств. Несмотря на то, что сейчас вот идет активный процесс избавления от доллара Соединенных Штатов Америки, все равно он по-прежнему играет первую скрипку. Пожалуйста. Как Вы считаете, сейчас все это начали, все подряд уже смотрят, где-нибудь смотрят. Дальше 20-й год это будет 2008. Если бы я этим занимался, знаете, прогнозами или чем-то еще, я бы здесь не присутствовал. Я думаю, что по-марсистски мы должны ставить вопрос по-другому. Вот я вам сказал. Сколько капитализму лет уже? 200-300 лет, правильно? Вот как только он встал на ноги, окрепно, полностью встал, вот эта цикличность по-прежнему соблюдается. Единственное но. Скажем, 200 лет назад вот четко было. 10 лет приблизительно плюс-минус. Очередной кризис. И пошел новый, сказать, фаза цикла. 10 лет – очередной кризис. Мы будем в следующем семестре рассматривать этапы развития капитализма. Ведь сейчас у нас не капитализм свободной конкуренции, а монополистический капитализм. А точнее еще его последняя ступенечка – государственно-монополистический капитализм. Когда уже вот вся мощь государства-монополий направлена на то, чтобы вот как-то контролировать этот процесс развития. И в руках даже буржуазного государства, тех же монополий, есть инструменты, определенные инструменты капиталистические, чтобы эти кризисы сглаживать. Не будем перечислять, чтобы вот не так резко было. Ну, представляете, только резкий падем, потом резкий пад. Вспомните Великую депрессию. А если ему не выгодно? Конечно. Вот плавное развитие, конечно, будет вот так, чтобы было. Поэтому они применяют меры, которые делают вот так вот. Понимаете? Вот таким путем. Ну, это же по факту плановая экономика. Нет, не плановая. Это все? Частично. Вот внутри монополии планомерность есть. В рамках всего государства буржуазного она, в принципе, не может быть. В принципе, не может быть. Есть, что могут. Программы, прогнозы и так далее. Это отдельный разговор. Сейчас я закончу. Поэтому изменилась вот эта кривая. Стал более длительный цикл. Когда наступит? Не знаю. Но то, что наступит, это точно. Вот. Можно так сказать. Является ли кризис рукотворным? Или он просто природный? То есть, как это обеспечивает кризис? Значит, он не природный, он заложен в самой экономической основе развития капитализма. Вот. Основная причина этих кризисов в Марсе – это разоборство. Но совсем. Есть абстрактная возможность кризисов, а есть реальная. Реальная. Ну, вспомним. Вот. Опустимся туда. Первый том капитала. Формула простого товарного обращения. Может, вы даже из учебников помните. Такое, да? Деньги, товар. Ой, товар, деньги, товар. Ну, что такое, ну? Пошли. Продали один товар, купили другой товар. Все благообразно, все благопристойно. А может так случиться, что вы товар продали, а другой не купили? Ну, конечно, можем, да? Вот это есть абстрактная возможность кризиса. Так, кризис наступит. А если уже при развитом потуалистическом производстве, значит, в основе цикла решит перенакопление капитала. Вот капиталисты развиваются, развиваются, да? В погоне за прибылью. Развивают производство, накапливают капитал, и бац! Наступает такой момент, когда платежеспособность спроса уже нет. И грянет кризис. Вот он удивит основа экономическая. Сейчас в руках буржуазного государства достаточно много инструментов. И экономических, и финансовых, и через инструменты Центрального банка, и как-то еще иначе, все это регулировать. Я вот приведу один простой пример. Есть такая у нас группа сейчас вот либеральных экономистов, которые 30 лет находятся у руля финансово-экономического блока российского правительства. У которых мечта вернуться туда лет в 200 назад. Когда бы капиталисты соревновались, конкурировали между собой, сильнейшие бы шли вперед, кто-то разорялся, это неизбежно. Но туда вернуться нельзя. Потому что весь мир капитала, вот та часть мира, которая влияет в капиталистическую, уже давно находится, уже сто лет, находится в стадии империализма. Когда монополии государства верховадят всем. Куда же вернуться нельзя. Так что тогда получается? Получается, что вот в той Америке, с другой стороны, нам говорят, вот будет капитализм, у нас вот, убеждали, будем жить как в Америке. Ну, если не как в Америке, как в Вермании, как во Франции. Ну, совсем, ладно, если вы не считаете капитала Маркса, ну, тогда делайте так, как в Америке. Я для себя открыл, когда несколько лет назад, тоже начитавшись этих всяких экономиксов, этих популярных брошюрок, о якобы там свободно развивающемся капитализме. Вот, когда мы говорим об Америке, там есть такая банковская система, да, ФРС, Федеральная резервная система, да, есть налоговая система, да, еще что-то. Так вот, оказывается, там есть госплан, я его в кавычки беру. Называется Федеральная контрактная система. Вот стержень, на котором стоит вся американская экономика. Подумай только, вот в этой крупнейшей стране, да, столб либерализма и прочего-прочего-прочего-прочего, там почти что уже в рамках государства планомерность, ну, частичная. Федеральная контрактная система. Значит, такие цифры. 92% номенклатуры продукции производится через эту систему, проходит. То есть, никакой там свободный рынок. 92% подавляющая масса через государственные заказы идет. Помните, когда издевались, так сказать, говорили, что в советской экономике планируют все до гвоздя последние? Угу. Так вот, если по государственному заказу идет какой-то гвоздь в Америке или винт, так нам на нем многостраничная спецификация, какой он должен быть, из какого материала и прочее, прочее, прочее. Шаг левый, шаг право – не расстрел, тебя не примут это. Там же такие представители и так далее. 400 тысяч человек в этой системе. Последняя цифра, она показательная. 2000 государственных программ. Вот если у нас в России, если вы зайдете на сайт Министерства экономического развития, да, торговли, последняя цифра – порядка 30 государственных программ было в России. Причем не все из них финансируются. А у них 2 тысячи. И все финансируются, все взаимоввязаны и в натурально-вещественном плане, и в финансовом. Вот такие умные капиталисты, а вот не очень. Пожалуйста. Давайте. Перернемся чуть-чуть к этому графику рабочего времени. Работники материально-производительного труда откуда получают свою зарплату? От вот этого вот перехода из прибыли капиталисты? Как он происходит? Нет, не так. Значит, смотрите, что получается. Позиция Марса – это вообще, так сказать, позиция исторического материализма. Что материальное производство – это первооснова человеческой жизни. Понятное дело. А есть сфера услуг. Услуга – это что? Результатом услуги является не вещь, а какое-то полезное действие направленное на человека. Вот если мы посмотрим по статистике, у нас рабочих, рабочий – это тот человек, который непосредственно, результатом труда которого непосредственно является материальное благо. Рабочих у нас, ну, где-то, я буду округлен, 25 миллионов. А всего занятых 75. Значит, 50 миллионов у нас заняты непроизводительным трудом. Важным трудом услуги. Там все – и учителя, и врачи, и преподаватели, и милиция, и армия, и так далее, и государственные служащие, и так далее, и тому подобное. Что получается? Так вот, в соответствии с теорией Маркса, основывающейся, повторяю, на примате производства, прибавочная стоимость создается трудом рабочих. Вот эти 25 миллионов создают. И вот здесь идет первичное ее распределение. Первичное распределение – часть идет рабочим, а часть идет капиталистам. Кстати, отношение прибавочной стоимости, m – это прибавочная стоимость, а v – это переменный капитал, характеризует норму прибавочной стоимости или степень эксплуатации. Правильно, потому что прибавочная стоимость создается трудом на юных рабочих, но присылается капиталистам. Отношение первого к другому будет давать нам точную степень эксплуатации. Так вот, на сегодняшний день, по расчетам профессора Мазура Олега Анатольевича и профессора Долгова, вот этот день распадается таким образом. Один час я округляю, работают на себя, а 7 часов на капиталисты. Значит, норма прибавочной стоимости – 700 процентов. Она в процентах измеряется. То есть огромная, в 7 раз больше прибавочная стоимость. Это первичное распределение. Значит, вся вот эта вновь созданная стоимость – это v плюс m, v плюс m, созданная в течение года в обществе, называется национальный доход. Есть такое понятие? Национальный доход. Это точно марсистское понятие. От него отказались. У Марса не ВВП, который учитывает услуги, а совокупный общественный продукт. Да. То есть это то, что создано в производстве. А затем идет вторичное, третичное и прочее распределение этого национального дохода. Например, вот рабочий получает заработную плату. Ему начислили одну сумму, а выплатили за минусом чего? Налога. Налога на доходы физических лиц. Куда он идет? Он идет в государственный бюджет. Как тариф получил прибавочную стоимость, он причисляет налог на прибыль, например. Куда он идет? В государственный бюджет. Есть масса других налогов. А государственный бюджет – это что такое? Если вот эта прибавочная стоимость на конкретном предприятии – это как бы карман этого капиталиста, то государственный бюджет российский – это общий, ну это грубое выражение, ну правильно, это общая казна всего класса капиталистов. И вот оттуда из государственного бюджета идут деньги, в том числе на заработную плату и врачам. Откуда врачи получают? Ну это бюджетная сфера. Совершенно верно. Не бюджетный бюджетный. Подождите. Все оттуда. Это вот, ну это основное. Что касается, пришли в поликлинику, да, если бесплатно, врачу заплатили, это из государственного бюджета, вот я показал этот путь. Если вы из своего кармана, ну значит рабочий из своего кармана отдал, из своей заработной платы, тоже вторично будет. Если пришел капиталист, он тоже свои прибавочные стоимости отдал, только это будет уже не через государственный бюджет, а вот таким путем. Что касается внутри предприятия, вот рабочие, которые создают непосредственно, повторяю, продукт, непосредственно, это рабочие. Но в создании продукта участвуют не только рабочие. Рабочие сам не может создать. Инженер же должен делать какой-то чертеж. И так без бухгалтера сейчас не обойтись, без генерального директора надо не обойтись, да? Откуда плачут? Вот отсюда. Вот отсюда. Капиталист выплачивает им. То есть идет вторичное, третичное и прочее распределение, перераспределение этого национального дохода. Вот это твердая позиция Марса. И она, скажем, нисколько не принижает значения, важности и труда других представителей непроизводственной сферы. Хотя здесь сколько копий сломано. И желающих посчитать себя рабочими. Все очень логично и понятно. На мой взгляд. Пожалуйста. Не вопрос. А если когда все рабочие уже, допустим, исчезли, перешли на полностью механизированный труд, прибыль считает? Я восхищен вами. У вас фантазия такая. Я вот не могу так не мечтать. Нет. Добойся. У меня не полностью. Но прибыль же от этого сократится. Если бы... Это уже может производить... Извините. Я грубо выражусь, может быть, но такая детская поговорка. Если бы такая бы... Да во рту вырослевые и так далее. Но что это вообще? Если бы исчезли? Это невозможно. Вот говорят... Давайте не будем совсем далеко. Вот сейчас вот есть производство автоматизировано. Почти полностью. Но никто не может сказать, что они полностью. Значит, а будут рабочие, которые будут создавать эти автоматы. Если будут рабочие, которые будут контролировать, все равно найдутся эти люди, которые непосредственно нажимают на кнопки этих автоматов. Или какие-то другие действия делают. А они будут считаться рабочими. А я вот вашу мысль по-другому уже сказал. Что не наступит такое время, когда вот настолько человечество в рамках капитализма разольется, что будут одни автоматы, а остальные будут там лежать на солнышке и всегда будут ходить. Просто произойдет такое, что капитализма не будет уже. А будет коммунизм. Вот коммунизм, который сейчас вот в другой части планеты, наверное, и Китайская Народная Республика. Вот он, так сказать, и у нас будет. Тогда те люди, которые будут строить коммунизм, развивать его, разберутся. Там еще один вопрос. Да, сокращать будут рабочее время, понимаете? Вот генеральный путь. Прежде чем достичь того, когда везде будут автоматы, надо сокращать рабочий день. Вот он 6 часов, 5 часов, 4 часа, 3 часа, 2 часа. Вот 2 часа люди будут стоять и непосредственно производить продукт. За автоматами, за полуавтоматами, извиняюсь, прибирать метелочкой пыль. 2 часа будут управлять государством. Остальное время будут заниматься свободным, всесторонним развитием. И спортом, и в театр сходить, и с мольбертом постоять, пописать, и удочкой, и так далее, и тому подобное. Вопрос еще. У нас время заканчивается. Спасибо. Последний вопрос. Есть конкретный труд, абстрактный. Да. Абстрактный создает, получается, меновую стоимость? Стоимость. Ну, это меновая. Ну, стоимость, а меновая стоимость – это… Не одну тоже стоимость. Нет, не одну тоже. Это поверхность, поверхностное выражение, за которой стоит стоимость. А стоимость – это сущность, которая на поверхности не видна. А потребительная стоимость тоже будет местной? Нет. Потребительная стоимость совершенно верно создается конкретным трудом. Вот Маркс писал в одном из писем, что он гордится, что два открытия сделал. Несмотря на то, что он написал три таких толстых тома, а вот открытие – новое что-то. Их два. Это тайна прибавочной стоимости и двойственный характер труда, создающий товары. Ну, это логично. Я вот это опустил в своем разговоре ввиду того, что времени мало. А вы подметили. Совершенно правильно меня подловили. Да? Что я упустил в этой логической цепочке. Совершенно верно. Вот товар, он имеет двойственный характер. С одной стороны – потребительная стоимость, с другой стороны – стоимость. Но если товар имеет двойственный характер, то логично сделать вывод, что и труд, который создает товар, тоже носит двойственный характер. То есть, с одной стороны, он является конкретным трудом. Трудом в особой целесообразной форме, как труд, создающий конкретной потребительной стоимости. Есть труд столера, есть труд плотника, есть труд кузнеца и так далее. А с другой стороны, есть труд, как затрата человеческой энергии, человеческой рабочей силы, безотносительно этих конкретных форм. В таком случае, он и является созидателем стоимости. А почему они друг другу противоречат? Ну, как противоречат? Ну, потому что есть совершенно противоположный рамп. Конкретный труд в конкретной целесообразной форме или просто затрата человеческой энергии? Ну, потребительная стоимость и стоимость. Как потребительная стоимость, они совершенно не различны. Любой товар, возьмите здесь. А как стоимость, они равны в определенных пропорциях, правда. Спасибо. Значит, мы встречаемся через неделю. Здесь же, да. Контрольные работы. Жду. Темы будут сегодня вывешивать, нам обещал проектор университета Валерий Александрович. Объем работы там указан специально. Вы должны, знаете, такая поговорка есть, краткость, сестра таланта. Вы должны уложиться там в 100 или 200 знаков. Значит, будут дано, по-моему, 6 или 7 вопросов, на выбор 2. Список литературы данных. Где можно найти эту литературу дополнительную? Я вот принес, ну, капитал Марса. Понятное дело. Вот на этом сайте, либо rpw.mos, московское отделение. Уроки перспективы социализма в России. Долгофельмеев Попов. Вот такая книжка. Это все есть в электронном виде. Вот полномерное разрешение противоречия развития социализма. Михаил Васильевич Попов написал. Хотите узнать, что произошло в СССР? И что нужно делать, чтобы этого не произошло? Вот читайте тюнику. Вот социальная диалектика. Рекомендую. Она толстая книга, но там все основные понятия, так сказать, данные. Диалектики, марксизм. Все это есть на сайтах. Сейчас хорошо. Не обязательно идти в библиотеку. Спасибо за внимание. Встречаемся через неделю. Спасибо. Спасибо за просмотр. Какая потребительность пыльных? Пыльных. Ценность полезная. Потребительность пыльных? Писать. Писать. Парать. Хотя их может быть много, да? Марать, писать. Можно спину почесать. Это главное. Но основное – писать. Почесу. Другая потребительность. Для нас будет так. Работной силой, как товар, то, значит, здесь должна быть потребительность. У нас специфическая сила того, что это не мертвые люди, а живые люди. И вот эта потребительность – вот маркетная расширена. Так что она такой непорядка? Способность создавать стоимость капиталистов больше, чем она сама стоит. Ведь капиталисты, это с точки зрения рабочего, встали на позицию капиталистов. Вы капиталисты, да? Вы покупаете товар. Вот пошли в магазин, купили ручку. Для чего вам нужна ручка? Чтобы использовать потребительную стоимость. Пошли, вот увидели человека, покупая твою рабочую силу. Значит, покупать. Для чего? Чтобы купить его потребительную стоимость и использовать. А для чего использовать? Ну, понятно. Для капитала. Увеличить капитал. Даже капиталист, который этого не считает, и не нужно его считать, он понимает, для чего он покупает рабочую силу. Потому что она обладает чудодейственной способностью создавать большую стоимость, чем он вложил. Капиталист. Вот и бы именовая стоимость рабочей силы. Это пропорция, в которой одна потребительная стоимость обменивается, а вторую, если к товару. Нет, потребительная стоимость обменивается, а сами товары. Потребительная стоимость, товары, ну какая разница с другими. Обменивая стоимость, это вот самая поверхностная категория, с которой сталкивается любой следователь. Как бы он решает, посмотрит товарный выбор? Да, да, да. Ну что это за поверхностная категория? Вот одна пропорция, в которой один товарождество и все. Ну, прошли ее, забыли. Не забыли все, прошли. Идем дальше. Прошли и ушли далеко. То есть мы с нее начали, вот она там осталась где-то позади нас. Нельзя просто не забыли, но она уже не глава. Все нужно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...